Существует физическая память, которая помнит ваше происхождение. Вам достаточно просто взять кого-либо за руку, и вы начнёте создавать Рунану Банду. Если вы накопите физическую память сверхопределённого уровня, это привнесёт некоторое замешательство. Многие из вас замечали такое. В некоторые дни ваше тело как будто в замешательстве. Поэтому мы создали различные системы для очищения. Намаскарам Садгуру. Почему монахи и садху в Индии носят оранжевую одежду? Мы говорили о том, что такое Рунану Банда. Это определённая физическая память. Тело обладает собственной памятью. Сегодня было проведено множество экспериментов, которые частично доказали это. Допустим, вашему отцу. Я беру его как пример. Мне кажется, вы не будете возражать. Когда он был ребёнком, ему нравились круглые предметы. Он играл с круглыми камешками и разными круглыми вещами. Скажем, у него развился определённый уровень вовлечённости в это. И когда вы были ребёнком, не понимая почему, вы предпочитали круглые предметы. Возможно, вам не попадались круглые камешки. Было что-то другое, но что бы это ни было, вы были склонны выбирать именно такие предметы. Есть неопровержимые доказательства, что такие повторения случаются. Это происходит просто потому, что вы несёте определённый генетический материал. Руна-нубанда — это физическая память, которую вы несёте внутри. Её источником могут быть родственные связи, а также сексуальные отношения. У тела есть определённая память. Руна-нубанда — это не набор генетических факторов, передаваемых от родителей детям, не на таком уровне. Существует физическая память, которая помнит ваше происхождение. Не обязательно цвет кожи, форму носа, телосложения или расу. Вам достаточно просто взять кого-либо за руку, и вы начнёте создавать Руна-нубанду. Вот почему в Индии используется такое приветствие. Люди не станут к вам прикасаться. Они будут проявлять свою любовь таким образом. Также в Индии не передают некоторые вещи. Например, никто не передаст вам соль и не возьмёт у вас соль. Если вы попробуете передать соль, вам скажут — положите её сюда. Соль не берут из рук в руки. Также не берут из рук семена кунжута и определённые виды земли. Существуют ритуалы, в которых люди передают землю. Один человек всегда кладёт её куда-нибудь, а второй забирает. Никогда нельзя брать землю из рук, потому что так вы создадите Руна-нубанду. Если вы накопите физическую память сверхопределённого уровня, это привнесёт некоторое замешательство. Незамешательство в уме — это другое. Этого вы добились сами. Но замешательство тела, когда оно сбито с толку, оно не может стать спокойным и расслабленным. Многие из вас замечали такое. В некоторые дни тело как будто растеряно. Замечали такое? Как бы вы ни сели — всё не так. А на завтра вы садитесь и расслабляетесь. Так что мы создали различные системы для очищения. Очищение огнём, очищение воздухом — правда. и, конечно, ежедневное очищение водой. Когда в моей жизни был период интенсивной садыны, я принимал душ по 5-7 раз в день. Настолько чувствительной становится система. Например, сидя на подушке, вы осознаёте, как подушка воздействует на вас. Поэтому вам хочется смыть всё это, хотя бы омыть тело водой. 5-7 раз в день. Не нужно специально считать и планировать, сколько раз в день очищаться водой. Делайте это, когда почувствуете необходимость. Большинство йогинов омываются минимум дважды в день. Обычно это погружение в реку. Хотя бы раз окунитесь в проточную воду, и вы очищены. Что касается тех, кто делает садыну, даже сегодня в ашраме никому из брамачариев не разрешается даже стирать свою одежду вместе с чужой. Каждый стирает свою одежду отдельно. Было бы проще поставить стиральные машины и устраивать общую стирку для всех. Но мы не сделаем этого, потому что все выполняют садыну, и у каждого есть свои особенности. Мы не хотим, чтобы всё это смешалось. Так это не будет работать. Если мы всё же смешаем одежду, то после каждой стирки нам придётся покрывать её землёй. Вы не знаете это, возможно. Возможно, вы этого не знаете, но все саду и саньясины всегда покрывают свою одежду просеянным порошком из красной земли. Весь ашрам окрашен в этот цвет, потому что мы использовали такую землю. Земля, смешанная с определённым клеящимся веществом, наносится как краска. Все здания в ашраме окрашены этим составом. И все саду, саньясины, все те, кто на духовном пути, стирают свою одежду с красной землёй, просеянной землёй. Поэтому получается такой цвет. Либо вы должны стирать одежду отдельно, либо каждый раз покрывать её землёй, чтобы рунанубанда, которую вы создаёте, была связана с землёй, не с окружающими людьми или вещами, а только с планетой. Это позволяется, потому что если вы носите такую испачканную одежду... Нет, нет. Одежду, которую стирали с красной землёй. Если вы носите такую одежду, это в каком-то смысле напоминание для тела о том, откуда оно пришло и куда оно уйдёт. Поэтому духовные искатели всегда носят одежду, которую окунали в очищенную красную землю. Изначально белая одежда стала землистого цвета, потому что её постоянно стирали с просеянной землёй. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА